Вопросы развития Пестовского района обсуждались сегодня на встрече Андрея Никитина с главой муниципалитета Дмитрием Ивановым. Средняя заработная плата здесь растет медленнее, чем в целом по области. Это серьезно сказывается на перспективах развития территории. Андрей Никитин попросил муниципальной власти усилить работу в данном направлении, в частности с предпринимателями. Кроме того, сейчас в районе планируется сразу несколько проектов с серьезными инвестициями. «Транснефтик» планирует, и Пестовский сопромышленный комплекс, и ОВД даже у нас строят здания и так далее. Это почти 3 миллиарда рублей инвестиций и 317 рабочих мест. Вместе с тем мы видим, что у вас сегодня неактуализирована база по свободным инвестиционным площадкам. Хотелось бы, чтобы эта работа была проведена. И с одним саморазвитием в городской области вы более плотно наладили контакты. Пестовский глава, в свою очередь, озвучил несколько просьб и предложений. Они касались решения проблем в отрасли здравоохранения, вопросов с кадровым составом и оборудованием. Также Дмитрий Иванов попросил содействия в ремонте дороги Пестова-Валдай и ее дальнейшей передачи на федеральный уровень. Эта дорога действительно устюжена Валдай, соединяет две трассы, это северную и центральную нашу московскую. Она очень актуальна для всех жителей, как и Ловогодской области, с которой мы тоже плотно сотрудничаем, так и с нашей Новгородской областью. Это подтолкнет и как привлечение инвестиций, так и транспортного слотока. Андрей Никитин пояснил, что такая работа уже ведется. Сейчас со стороны районных специалистов требуется своевременное и должное оформление документации для Росавтодора. Губернатор поддержал инициативу Пестовского главы, касающейся сферы образования. Андрей Никитин пообещал держать на контроле все проблемные вопросы и не оставлять без внимания поступающие предложения.